Поскольку супруги военнослужащих вынуждены переезжать из-за переводов мужа на новые места службы, они часто прерывают трудовые отношения с работодателями и подолгу ищут новую работу. Это означает, что трудовой стаж постоянно прерывается, и пенсия в старости будет небольшой. Пока муж жив, семья материально обеспечена, но после смерти или гибели военного супруга остается практически без средств к существованию, именно поэтому правительство РФ назначает ей выплаты и различные льготы. Давайте выясним, какие именно положены льготы вдове пенсионера МВД и военнослужащего. Пенсионные выплаты и финансовая помощь вдовам пенсионера МВД и военнослужащего Одной из весомых льгот вдове военнослужащего является возможность учета того времени, что женщина при жизни мужа следовала по месту его службы и не могла найти новую работу – страховой стаж для расчета будущей пенсионной выплаты. В целом разрешается учесть пять лет пребывания без работы, а до 2014 года каких-либо ограничений вообще не существовало. Кроме того, вдова может выбирать, какую пенсию ей получать ее собственную или погибшего мужа. Скорее всего, пенсия супруга окажется в разы больше благодаря должностным окладам, доплат за звание и различных надбавок в зарплате. Читайте также статью «Льготы вдовам ветеранов Великой Отечественной войны» в 2020 году. Как рассчитать пенсию вдовы пенсионера МВД и военнослужащего? Пенсионное пособие вдовы военнослужащего рассчитывается, исходя из ранее произведенных вычислений пенсии военнослужащего. В том случае, если общий трудовой стаж супруга составил 20 лет или больше, он заслужил пенсию по выслуге лет. За каждый отработанный сверх 20 лет год к пенсии назначается надбавка. В ситуации, когда страховой стаж смешанный, службе необходимо отдать как минимум 12,5 лет, и всего должно быть 25 лет общего стажа до исполнения военному 45-летнего возраста. Если у военнослужащего ухудшилось состояние здоровья, либо произошло сокращение штата или численности служащих, и он был уволен, когда трудового стажа не доставало до страховой пенсии, назначается социальное пособие. Читайте также статью «Льготы вдовам ветеранов ВОВ в 2020 году». Льготы вдове пенсионера военнослужащего. Пенсия по потере кормильца. Помимо прочих причитающихся вдове выплат, женщина имеет право на получение пенсии по случаю потери кормильца. Причем неважно, в каком возрасте находится вдова, не обязательно быть пенсионеркой. Помимо супруги умершего, погибшего военнослужащего, данную пенсионную выплату получают несовершеннолетние дети и ждивенцы умершего. В том случае, если военнослужащий умер, находясь на пенсии, по причине приобретенного в период несения службы увечья, члены семьи будут получать социальное пособие, оно индексируется каждый год и является фиксированным. Читайте также статью «Компенсации вдовам в 2020 году». Льготы вдове пенсионера МВД и военнослужащего при оплате коммунальных услуг. Вдова пенсионера военнослужащего может оформить льготу в отношении оплаты услуг коммунальных служб, размер скидки будет зависеть от решения региональных властей и статуса умершего военнослужащего. К примеру, вдовы ветеранов ВОВ или участников боевых действий получают 50% скидку при оплате ЖКУ. Читайте также статью «Какие льготы вдовам ветеранов в 2020 году?». Льготы вдове пенсионера МВД и военнослужащего в области медицины. Льготы вдове пенсионера военнослужащего распространяются и на сферу медицинского обслуживания. Ей полагаются следующие привилегии – постановка на учет и получение медицинской помощи в ведомственных военных клиниках бесплатно, предоставление скидки на покупку путевок в ведомственные санаторно-курортные учреждения, бесплатное, посещение ведомственных санаториев для прохождения оздоровительных и реабилитационных программ по направлению врача, получение бесплатных медицинских приборов и медикаментов по рецепту лечащего специалиста государственной поликлиники. Читайте также статью «Льготы военным пенсионерам в 2020 году». Льготы вдове пенсионера МВД Льготы вдове пенсионера МВД аналогичны тем, что государства и регионы назначают вдовам пенсионеров, служивших в прочих военных структурах, дети военнослужащего принимаются на обучение в детские сады, школьные учреждения и военные. Училища без ожидания очередей. Оплата проезда и компенсация провоза личных вещей вдовы контейнером на 20 тонн железнодорожным транспортом при желании переехать в другой регион России, если супруг погиб при несении службы. Вдова пенсионера военнослужащего имеет право на бесплатный билет любым видом транспорта до места захоронения тела супруга единожды в год. Читайте также статью «Какие льготы жен военнослужащих в 2020 году?». Законодательные акты по теме Федеральный закон от 27 мая 1998 года номер 76 ФЗ о статусе военнослужащих типичные ошибки. Ошибка Вдова военного пенсионера претендует на дальнейшее получение льгот после заключения нового брака. Комментарий Льготы будут назначены вдове военного пенсионера до тех пор, пока она повторно не выйдет замуж. Ошибка Трудоспособный совершеннолетний ребенок, не имеющий источника дохода, претендует на получение пенсии по потере кормильца после смерти отца военнослужащего. Комментарий На пенсию по потере кормильца может претендовать исключительно вдова пенсионера военнослужащего и его иждивенцы, несовершеннолетние дети и нетрудоспособные члены семьи. Ответы на распространенные вопросы про льготы вдове пенсионера МВД и военнослужащего. Вопрос номер один. В течение какого периода времени после смерти военного пенсионера вдова может пользоваться льготами? Ответ. Право пользования льготами закрепляется за вдовой пожизненно, если только она не выйдет замуж повторно, тогда льготы отменяются. Вопрос номер два. Если вдова военного пенсионера получает льготы, может ли она получать некоторые привилегии в двойном размере на основании того, что ее супруг погиб при несении воинской службы? Ответ. Нет, льготы не могут быть суммированы. Если какая-то льгота предоставляется женщине на двух основаниях, ей придется выбирать одно из них. Видеосоветы Какие льготы, кроме пенсии, должны получать вдовы в России? В видео раскрывается, какие льготы, кроме пенсии, должны получать вдовы в России. Новости 2017 года. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!